Сегодняшняя наша передача организована по просьбе зрителей. Они прислали нам вопросы и обозначили тему поиск пропавших людей. Для того, чтобы раскрыть эту тему, ответить на присланные нам вопросы, мы попросили поучаствовать в передаче старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Базанова Сергея Сергеевича. Здравствуйте, Сергеевич. Будьте добры, давайте объясним, каким образом ведется в данной сфере ваша деятельность. Как гражданину правильно сделать обращение о пропаже человека? В настоящее время гражданин может сообщить о пропаже человека несколькими способами. Это непосредственно прийти в дежурную часть отдела, любого отдела, заявить об известном исчезновении гражданина по службе 112, звонок в любой отдел полиции. Сергей Сергеевич, а что относится к термину «человек, который пропажет человек»? Как сейчас это вами рассматривается и с чем именно как обращаются? В настоящее время основная категория у нас это безвести пропавший, это то есть человек, который внезапно пропал. Человек жил, жил, жил и внезапно он пропал. Из обычного местонахождения своего, да? Да, с места жительства, с места пребывания, вот откуда-либо. Ранее у нас была категория утрачивая связь с родственниками, но в настоящее время мы такую категорию не рассматриваем. Это, получается, вот люди, которые он где-то проживает вполне возможно, но просто из видения своих родственников он выпал. В настоящее время такую категорию не рассматриваем. Какой бы он находится там, где он должен находиться, просто не знаю. Ну, по сути, да, он может просто поменять место жительства, место своего пребывания, место своей регистрации, перемещение по стране же свободное. То есть он может находиться в любом месте нашей страны, там может с рубежом жить. Вы мне сказали, что у вас сейчас приходится отвлекаться огромная практика по розыску для суда людей, которые неизвестно где находятся. Вот это, пожалуйста, эту область откройте для того, чтобы мы понимали, что именно мы будем в передаче относить к пропаже именно человека. В настоящее время через полицию люди пытаются решить свои какие-то вопросы имущественного характера, то есть выписывать родственников из квартир путем подачи заявления о безвестном исчезновении. Хотя, получается, родственники действительно могут жить там в другом месте, просто они не хотят общаться со своими ближайшими родственниками, и поэтому их пытаются как-то выписать из квартиры, чтобы решить свои вот эти вопросы. Детям отвлекает сила, да, таких вот очень много вещей? Очень много вещей. Получается, мы рассматриваем материал о безвестном исчезновении в течение 10 суток. После того, как прошли эти 10 суток, мы обязаны вынести какое-то решение либо о заведении розыскного дела, либо об отказе от заведения розыскного дела. То есть, вот данная категория граждан не попадает под категорию обязанности пропавшей, поэтому мы можем и отказать от заведения розыскного дела. Но, в принципе, получается, вы тратите огромные силы не по пропавшим людям, а решать какие-то конкретные гражданские вопросы, частные. Основные категории, вот частые какие? Пропажи. Ну, все зависит от периода, я считаю. Вот в настоящее время летний, осенний период, очень много заявлений о безвестном исчезновении граждан в лесах. То есть, очень много грибники, ягодники, очень много пожилых людей уходят в леса и, получается, там пропадают. Без телефонов, без всего. То есть, надеются на себя, уходят. В наш Егорский район очень много дач. Вот, приезжают москвичи, не зная леса, не зная леса, да, уходят, в одиночку уходят, то есть, и там пропадают. Ну, да, я зам хожу за грибами и очень часто выходит уже, для меня даже смешно, потому что все вроде бы рядом, а где дорога, где дорога. Ну, да, да. Совершенно нет. Так, спасибо. Ну, давайте тогда и рассмотрим вот это то, что касается природы. Скажите, вот как тогда гражданин лучше подготовиться к выходу на природу, чтобы не потеряться хотя бы какие-то гарантии? Быть не может, но все-таки. Ну, во-первых, вот одевать яркую одежду, у нас любят одевать камуфляж, неправильное суждение. Лучше одеть яркую какую-то одежду, чтобы легко было заметить на фоне листвы, на фоне травы, на фоне деревьев, то есть, что-то вот желтое, оранжевое, красное, вот лучше что-то, чтобы присутствовало. Обязательно заряженный сотовый телефон с доступом в интернет, с навигацией, компас обязательно с собой иметь. Какие действия вы могли бы подсказать, ну, правильно, и, по крайней мере, что он должен сделать? Сразу звонок. Либо в службу 112 по общению с оператором, либо в полицию. Назвать, где зашел, когда зашел, в какую сторону направлялся. Обязательно о себе все данные. И ждать. Сергей Сергеевич, вы еще говорили, что очень часто и случаи, вот по поводу заблудился человека, вот телефоны родственников, вот это вот, мне кажется, обязательно, вот вы скажите. Да, очень часто бывает, и поисковики у нас на это обращают внимание всегда. Если заблудился человек с сотовым телефоном, родственники начинают ему звонить. Получается, звонят родственники, они обращаются в полицию, полиция звонит, они обращаются в спасателям, в МЧС обращаются, начинают звонить МЧС. Своими вот этими вот действиями они только разряжают телефон. Можно вычислить его местонахождение, но в случае, если он будет работать, если телефон сядет, то есть мы никак не сможем отследить его. И то, что бесконечные вот эти вот звонки идут, человек на природе находится, холод, сырость, они тоже способствуют разрядке телефона. И поэтому в момент, когда вот уже начинаются действительно поисковые мероприятия какие-то проходить, телефон разряжен, и мы вот фактически мы не можем его отследить. Кроме бесполезной суеты еще и конкретный вред, по какой причине уходят дети, по какой причине уходят старики. Хотя, ну, это более-менее можно догадываться, но вот из практики. Если маленькие дети, маленькие дети, я считаю, что вот теряются они из-за палатности родителей. То есть, не досмотрел, не доделал, за руку не взял. Отвлюбся. Да, ребенок потерялся, ушел. Дети в более взрослом возрасте, ну, это вот переходный возраст, когда ребенок уже начинает иметь какое-то свое мнение, родители ему начинают трактовать свое мнение, получается конфликт, на фоне этого конфликта ребенок может просто уйти из дома. Вот вы говорили, даже буквально какой-то повод-то незначительный, поругались из-за телефона, и девочка ушла. Да, да, да. Очень часто такое бывает, то есть, приходит родитель домой, ребенок сидит в телефоне, положи телефон или забирают телефон, все, ребенок взрывается. Получается вот это провоцирование, ребенок уходит. Куда уходит, непонятно. Телефон остается дома, то есть, мы его вообще вот ищем просто. Но они, как правило, все-таки уходят куда-то или в никуда? Это все зависит от ребенка. Он может уйти, вот просто там гуляет, погуляет и придет. А может уйти, вот там, к друзьям ночевать. Индивидуально все вещи, наверное. Со стариками сложнее, я считаю, что вот на фоне возраста, там, может быть, с головой какие-то уже проблемы начинаются. Бабушки, дедушки уходят, не знают, куда они идут, зачем они идут. Иногда, вот бывает, находит просто пожилого человека, а он не может назвать ни себя, назвать, ни где он живет, ни кто его родные. И вы говорили, что, к сожалению, у стариков очень часто находят уже естественную смерть, наступает. То есть, они где-то заблудились. Ну, то есть, да, вот буквально недавно, вот мы искали дедушку год целый, вот, доследили его до определенного момента по камерам, все, дальше мы его потеряли. Человек был инвалидом, жил один, родственников нет, заявили соседи в коммунальной квартире, там, вот мы его искали, и получается, вот случайно грибник нашел, ну, соответственно, уже. А что делать вот людям, если они случайно обнаружили вот потерявшегося, пропавшего ребенка, старика, там, ну, вообще человек? Либо позвонить в службу 112, служба 112 в любом случае передаст в полицию, либо в полицию привезти, позвонить, либо передать сотрудникам полиции, которые, вот, можно на улице встретить, любому сотруднику полиции. Что делать ребенку, если он потерял свой город, ну, скажем, как незнакомым городом? Нужно, наверное, своему ребенку заставить выучить сотовый телефон родителей, если у ребенка нет своего телефона, чтобы он знал телефон родителей наизусть, и папы, и мамы, где он проживает, обязательно адрес регистрации, адрес прописки, кто его родители. Если ребенок подойдет к любому жителю города, помогут люди. Добротеться к взрослым, конечно. Я думаю, что да. Сергей Сергеевич, а вот какая-то работа в школах проводится, поэтому хотя бы элементарная? Обязательно каждую четверть посещаем школы. Мы с инспекторами ПДН объясняем, как надо себя вести, как не надо себя вести. Родские дети еще по делам несовершенно летних участвовали. Обязательно, обязательно, да. Мы работаем все совместно. Инспектора общаются с родителями, потому что после того, как дети находятся, там идет уже профилактика, недопущение со стороны ребенка повторных таких уходов, и потом уже идет разбирательство в семье, что послужило причиной ухода. Скажите, пожалуйста, а вообще вот какое количество в год? Ну вот я вам могу сказать, за 2019 год поступило порядка 400, даже с лишним, обращений, заявлений о безвестном исчезновении граждан, в том числе детей. И все-таки большую часть нашли или... Большую часть находится, конечно. Большая часть находится. Насколько быстро? В основном человек находится, по моим наблюдениям, в течение суток человек обычно выходит либо на связь, либо приходит домой. В основном звонят мамы, когда вот великовозрастные там дети, дети теряются. Жены звонят, у которых мужья может выпивать очень большое количество спиртного. Нашелся бутыльник, где-то там остался. Очень много таких случаев. В основном по этим заявлениям и по обращениям сутки-двое находятся люди. Ну, скажем так, бытовые недоразумения какие-то. Да, очень мало действительно серьезных случаев таких вот безвестных исчезновений. Ну, к серьезным случаям относятся все дети. Все дети относятся, вплоть до поднимания практически всего личного состава народского детей. И, как правило, я так понимаю, все-таки это не преступление. Как правило, все-таки это какие-то другие вещи. Ну, преступления мало очень совершаются. Иногда бывает там в год один-два случая. Будьте добры, если, возможно, развейте вот этот вот устарелый миф о том, что человек приходит в милицию, как во всех фильмах показывает, и ему говорят, придете через три дня или еще что-то. Это вроде и так далее. Как на самом деле обстоит дело? Лучше не ждать три дня. Я не понимаю, откуда пошел этот миф. Но в каждом фильме до сих пор. На самом деле не понимаю, откуда он пошел. Нет, не надо ждать три дня. Лучше заявить сразу. И заявление должны принять, независимо от срока. Независимо, да, да, да. Сразу, чтобы полиция начала работать. И ни категория пропавшего, то есть возрастная или какая-то там, ни обстоятельства, никакого значения нет. Подключаемся, сразу начинаем искать, сразу начинаем проверять. Чаще получается, чем не получается. Ну, еще такой тогда вопрос, чтобы люди уже это знали. У нас люди очень нежно и душевно относятся к своим домашним питомцам. К вам поступают обращения о розыске? О краже. О краже? К тому же, как рассматриваем в порядке статей УПК. А случаи вот по таким, то, что уходит, что называется, в никуда, то есть тянется годами, и потом в конечном итоге, когда перестают искать? Я имею в виду человек. В течение 10 лет, если не находим, то прекращаем. Закрывается эта тема. Много таких случаев вообще? Ну, старые, совсем старые дела, в то еще время, когда еще до нас даже, они были такие, обнаруживают, допустим, тела какие-то, останки, костные, останки где-то обнаруживают. Может быть, это соотносится к неопознанным. Ну, да, безости пропавшие, там уже никак не установить. То есть, во-первых, и родственников нет, чтобы ДНК провести, а там нужны ближайшие родственники. Или какой-нибудь болот в том же лесу. Или болото, да, то есть, уже там после осушения можно все это дело найти. Уважаемые зрители, я считаю, что на все вопросы, которые вы нам прислали, мы ответили. Кроме этого, мы как бы постарались более обширно ответить на них. Спасибо вам большое за то, что вам интересно. Вы присылаете, обращайтесь с темами, с вопросами. Мы попросим компетентных людей ответить на них. Огромное спасибо Сергею Сергеевичу. Пожалуйста. Все, что он сказал, ну, по крайней мере, я могу вам обещать, что в нашем районе лучше об этом никто не расскажет. Спасибо. Спасибо.